Добро пожаловать в Балиан! Это Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, основатель и постоянный ведущий. В этом шоу он будет разговаривать с коллекторами, которые докучают нашим клиентам. Вся фишка в том, что коллекторы не знают, что срабатывает система переадресации, которую мы подключаем к каждому, кто обращается к нам в поисках финансовой свободы. Не забудь про лайк, подписку и колокольчик. Приятного просмотра! Спасибо нашим подписчикам на Бусти. Если вы хотите увидеть свое имя в этом списке, подписывайтесь на Бусти. Ссылка в описании этого и любого другого ролика. Поехали! Хали-гали, башмаки сандалия. Да здравствует, великая, могучая, единственная, великолепная, непревзойденная Россия-матушка. Я русский! И все ее территории. Прежние и вновь присоединенные, возвращенные. Ланзет! Вот он! Слава Украине! Что ты сейчас сказал при составе России? Кто там? Че там? Русские! Хохло-срач. Все, кто любит, поехали. Все будет, как мы любим. Давайте сбоку. Процесс деколлекторизации начинается. Добрый день. Могу я услышать... Алексея Александровича? Хочу поговорить с оператором. Звонок из Сбербанка. Меня зовут Мария. Мой индивидуальный код 1323. Наш разговор будет записан. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Уведомляю, что с вами разговаривал роботизированный оператор Мария. Эй, Богдан, да, я Богданчик, я красавчик. Ваш звонок очень важен для нас. Очень, да. К сожалению, на данный момент все менеджеры заняты. Здравствуйте, Сбербанк. Меня зовут Наталья. Индивидуальный код 63.4. Диалог записывает. Звонок. Слушаю вас. Мне тут это что-то названивает. Какие-то непонятные, но неживые существа говорят, что-то не пытаются. А я не могу понять. А мне вот еще интересно. Что значит Наталья 6244? Это мой табельный номер. Значит, для того, чтобы получить информацию, вам звонок послушает. Так вы же... Вы можете либо самостоятельно перезвонить на номер 900... Дала, уважительно, Наталья 6244. Там же написано в этом законе... 331-344. В законе в статье 7, пункт 4.1, что вы обязаны... Ну, в начале каждой коммуникации обязаны представиться, назвать фамилию имени отчества в случае отсутствия такового... Отсутствия тогда табельный номер. У вас что, нету имени отчества, да? Почему вы предпочли? Нет, мы не предоставляемся полным именем. Нет, там написано так. Представиться полностью, назвать фамилию имя отчества, либо если отсутствует фамилия имя отчества... Я не буду с вами спорить, это ваше мнение... Да не, я по-человечески, я по-человечески... Какое мнение? Я могу сказать, что для того, чтобы получить информацию... Почему вы... Я же знаю, что у вас есть имя и отчество, и фамилия, а вы взяли номер почему-то... Я вас поняла. Выбрали номер, знаете, как вот... Ну, извините, конечно, за сравнение, как у скотины в ухе, да, вот номер. Она-то у нее точно нету. Не, ребят, я сейчас ее, конечно, про статью 7 немножечко, но наше право, мы же процессом деколлекторизации заняты с вами, и здесь написано, в начале каждого случая непосредственно взаимодействия по инициативе кредитора или представителя кредитора посредством личных встреч или телефонных переговоров должны быть сообщены имя и индивидуальный идентификационный код лица, осуществляющего такое взаимодействие. Имя и индивидуальный идентификационный код физического лица, осуществляющего такое взаимодействие, присвоенный кредитором или представителем кредитора. но похоже на стадо животных до присвоенный пастухом или там начальником хозяином мясокомбината данного так вот или фермы да вот либо при отсутствии индивидуального идентификационного кода фамилия имя отчество а я сегодня буду а вот по-другому немножечко да вот я они все равно не знают дословно и вносить как говорится в смуту потом побегут смотреть будут они после того как им вот это вот вот уши вкручу они побегут мои таки да ладно нет он неправильно сказал вот эту всю ситуацию но пускай но в самом здесь вот процессе до разговора переговора я буду вот и мы так вот смотрю вносить в их слабый ум мозг они же придумывают на ходу всякие там невероятно наступил недавно ролик с одним и кожи он вышел 30 числа он вышел вот послушайте ролик а макс раздаст на него ссылочку 30 мая так там вот один от нам трактовал по-своему девятую статью 230 федерального закона усирался но утверждал что вот уведомление от кредитора достаточно почтовый ящик кинуть от первого кредитора в случае возникновения третьих лиц заказным письмом нужно посылать только если договор цессии но вот он по-своему это все видит скажешь не долбоёб при том при всем что если бы он действительно читал закон он бы ну так скажем не посмел бы такую чепуху нести но в первую очередь не за того чтобы это побоялся исказить закона просто на сам бы не решился что но чушь несу свет на такое говорить ну потом естественно он слился когда ему стали вот мягко говоря протирать то фары в этом направлении он как поводится слился до среди коломасы компания по вива деньги никулина анастасия сергеевна ведется запись диалога и николаевич с вами беседы здравствуйте да и николаевич слушаю вас сергей николаевич звание по поводу обязательства данным были переданы в досудебный отдел какие данные что за данные были переданы в досудебный по вашему договору досудебный отдел сразу да ну и не знаю но сразу там на этаж выше это ли куда у вас там куда это передать в порядке что относительно чего не но я просто представляю себе а отдел громко звучит досудебный ну то есть вот был каком-то а вот до этого отдел был был отдел не ну мне просто интересно откуда это было передано в досудебный отдел с какого другого отдела с отделов а там все да там досудебный отдел там просто все готовят для того чтобы подать в суд а вы сейчас в каком отделе вы еще в отделе взыскания вы уже в досудебном находитесь отделе а честно сказать не знаю как я сюда попал где я вообще на работе я не местный майнкрафт больше на работе я не местный так что относительно чего да вы же не не конкретизируете все ли у меня в порядке относительно чего где и что простите со своими размышлениями с какой что вы не понял формулировки такой целью со мной делитесь твоими размышлениями они мне не интересны а вон какая думал вам интересно чего тогда позвонили сюда если вам не интересно то что я звоню по поводу окончательно окончательного требования по госиду в досудебном порядке а звонок из досудебного отдела из отдела или с отдела этого взыскания вы с какого отдела на этот вопрос я вам дважды уже ответила из досудебного да да то есть вы хотите судебный переказ форме заявление написать и отправить в канцелярию суда мирового да мировому суде зачем переспрашиваете вещи которые я вам уже сказал уточняю правильно ли я вас понял чтобы не было у нас разночтение вот в этом прекрасном диалоге так я с вами разглагольствовать на данный вопрос не намерена в требовании данный вопрос разглагольствовать ага так вы пишите пишите ну да не перебивая вот что ж так разволновались не надо да ну хорошо я дам ну говорите конечно и так основной дух 4 739 процента 7 851 и 519 рублей так что ага зачем вы перебивать снова пытаются в общей сложности почти в два с половиной раза все увеличилось да почему в два с половиной раза а было 4 сейчас 12 я слышала цифру нет до 12 708 рублей а тело было тело кредита 4000 да был а вы сказали по моему нет у меня таких микрозаймов знаете как у дурака махорки поэтому не форме как вы просто начинаете какие-то вопросы задавать а надо как разговаривать с вами как вы хотели бы чтобы с вами разговаривали со мной вообще в принципе беседовать не надо платить и вовремя просто молчать не имелось а то вы и перебиваете и вопрос чтобы человеке чего работы подобного характера не имелось то как я вас лишу работы то этой как вы вам тогда придется эти улицы местили там не знаю посуду мыть вы же больше ничего не умеете что найдете себе применение я буду сосать сосать буду даже похуй температура 39 40 ангина похуй его я буду сосать ну я думаю что с вами как с должником компании это абсурдоваться не будет зачем вы наличие хорошо да не не а не вот в этом вашего долга на все сторонние темы готовы беседовать строго строго о том что вы говорите на тему моего долга я спросил два с половиной раза какое тело кредита для почему два с половиной раза по 30 процентов не более все не более конечно ну я тоже так что лучше все пускай по закону и где вы где я размышления ваши долга будем слушать все от вашего заваля зависят вопрос вы на них отвечать если нет если я получу судебный вы получите судебный приказ я с приставами не буду работать зачем мне с ними работать мне проще отменить судебный приказ и все взять и отменить а что из этого изменится не буду с приставами работать не не сочиняйте вы чего что же вы подводите в суд иск отправите на 12 тысяч я сомневаюсь что вы даже заявление будете писать на суде внесение судебного приказа там пошлина почти три тысячи причем она при отмене не возвращается знаете же да вам просто не сказали при отмене судебного приказа а пошлина не возвращается навряд ли ваше руководство будет писать заявление выпуски судебного приказа на 12 тысяч рублей и оплачивать пошлину в районе трех монолог долго будьте совесть а вам не нравится я понял да правильно вам вообще не нравится когда должник соображает да вам надо чтобы он вообще не не шиша не соображал да а вас то аргументов кроме судей кроме судебных вы любите давайте общаться вот я соображаю я знаю да как все устроено у вас перебивать не более того ну хорошо не буду давать вам слово это делает вам слово товарищ товарищ маузер как говорил незавименный владимир маяковский так же не хотите чтобы говорил монологом вам слово говорю маузер товарищ маяковский так говорил маузер что-то заржавал хорошо да вы чувствуете да одно дело хамите другое дело вот так вот их изящно макать ох как они ох как они страдают а знаете что у меня есть она надо он раздевается менять а тут замок не такой а мне здесь конструктивный диалог мерч осталось совсем немного вот этих больше не будет будут другие а эти до продаются последняя партия мы уже не пополняем склад новый мир будет выходить эти осталось купить вам кто еще не успел помните мое слово через два-три года они будут пять раз дороже стоит они как акции тесла подорожают убедить а те кто купил на стримах еще до выхода в общем сеть озон вообще могут мне кажется на них состояние заработать и через 57 не серьезно говорю оля вообще легендарная организация правда что ну что-то по-другому думает ваше дело мы лучшие первые крупнейшие и легендарные поэтому все что связано с оля и с процессом деколлекторизации закрепится в поколениях и будет иметь свою ценность обещаю и вообще все что я обещал по поводу олям сбылось от первого до последнего обещания и здесь спутится ячкина елена александровна разговор записывает да имя как вы мое назвали сюда вы прерываетесь сергей николаевич сергей николаевич слушаю это я конечно у него там было ну прерывается связь поэтому я переспросил с вашего позволения месяц год рождения уточните а чей вы хотите чтобы я уточнил числа месяц и год рождения ваши данные а зачем мне это делать а мне для чего и подтверждать вы же мне позвонили не я же вам позвонил мне мне же от вас ничего не нужен а вы хотели что там что-то от меня не получается тупичок тупичок часто их очень нагибает вот это вот все им надо защищаться компания money money меня зовут фигуром расти моряники андер эдуардович это вы александр эдуардович да вы мария никиф равна я про нас николаевна николаевна не понял зачем мне это делать хорошо по-другому спрошу да это я а зачем мне подтверждать свою личность что такое если вы являетесь данным человеком действительно вы должны понимать что понимать что понимать я должен не понял я много чего понимаю если я являюсь этим человеком я много чего понимать что но будьте пожалуйста по конкретнее своих земли и что я должен понимать по вашему говорите а вы скажете не что я должен понимать не перебиваю вас одобрено 12 тысяч рублей если вам нужны эти деньги на 1 а потом мы вам дали мы вам помогли фамилию имя отчество и дату рождень скажите можно пожалуйста на русском я на вот этом вообще не бум-бум если вы согласны оплатить звонок стоимостью 3 рубля 50 копеек за одну минуту нажмите 1 охеревшие какие да еще и платные звонки алло срочно внесите денежные средства по долгу о мкк скб финансов 8 800 200 об этом сообщает нам кто настрой реально и не принял решение обратиться в суд о пока он был а финансы вот вы то блять откуда все на свете знаете или думаете что знаете алло здравствуйте шоссе алло здравствуйте позвонили профессиональной коллекторской организации верес инспектор андреев евгений александрича для дата без диалога звонок он поступает по поводу завета константиновна она вам знакома до знакома конечно а вы не общаетесь так как как не общаться совместное хозяйство видео как-то как не общаться она ваша супруга нет просто ведем совместное хозяйство вместе но передать и лизавида константиновна что есть у него вопросы к ней касательно обязательно а можно мне вопрос вам вопрос вопрос вам задать можно как ваше имя отчество производстве не надо мне про законы мне еще про законы ваше отчество и имя как андрей 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 а очень евгений александрич смотрите о чем есть кем совместное хозяйство то вести мять нет причем лить вот этой херней занимаешься всем же известно что и верес это вот но ты там еще ладно тёлки там они но без мозгов а ты ты что делаешь это вы хотите меня унизить уже не просто некуда да согласен унижать некуда уже чуть-чуть как куда уже понял и кенты твои такие же это же самые слабые люди делают понимаете они на ли что именно они просто любопытно я же нет я же не утверждаю может быть у вас есть супер аргумент да я лишь понимаете как самые слабые люди на в ответ на унижение начинают оправдываться вот это слабые люди делают а люди которые считают что у них есть какая-то степень самооценки просто спокойно ухмыльнулись и пошли дальше люди которые не уверены в себе начинают оправдываться вот тут смотрите андреев так делает не грусти не грусти но тебе правда уже ничего это жизни не поможет ты же уже не молодой он не поможет согласен потерянный вид всего доброго потерянный этот тип регулярно и вот я заметил что всего-навсего нужно ему не дать мне сильно чтобы он не узнал меня тогда он быстро сливается тут ему просто нечем крыть а если ему даешь а причем ну надурить его очень легко вот он хавает все как вот такой ушка поролон и вот начинает вот так вот блеить вот в свою защиту очень часто мы уже так ловили этого дурачка а лом по моему единственный в эверест работает ну единственный в смысле мужик смысле не мужика пидорас пидорасина особь с первичными половыми признаками мужскими обиде трубку малом здравствуйте компания money money меня зовут фигурова мария николаевна роман маратович это вы роман маратович да говорю это я так я в курсе у вас 59 день нахождения как правило все завтра 60 будет а в курсе в курсе в курсе все в курсе все в курсе звонка вашего какая у меня в курсе дела вести или что-то еще давайте сразу к цели звонка вот конкретно что в курс меня вводить а в курсе а зачем это слушать говорите я это в курсе зачем общаюсь конечно давайте давайте ближе к телу а как вы узнаете что я настроился у вас что шпионы есть мою семью внедренную ой ненормальные блять компания разве как это компания блять просто набор говорящий голов и вся вот и вся компания да зачем мне делать это но кто вы такие кто вас всерьез воспринимает стадо говорящий голов здравствуйте компаниям какая деньги отделом изыскания меня зовут борцкого димитра алексеевича ведется запись разговоров как а деньги а как вы можете взыскивать у вас нет таких полномочий взыскания делом называться взыскание и как вы же подчиняетесь закону под номером 230 федеральный закон до определения взыскания что он под собой поднимает какие этапы и так далее я уверен что нет раз вы задаете такие вопросы будьте добры пожалуйста просветите меня глупого что значит взыскание по вашему это знаете на что похоже я лучше знаю у меня брат с морей пришел на детский сад это так вот закон 230 федеральный федеральный закон под номером 230 как раз таки говорит о том что нужно делать и каким термином соответствовать и он четко и конкретно гласит в заголовке своем по возврату просроченной задолженности в 230 федеральном законе нигде ни в одной строчке не упомянут термин взыскания закон о защите прав и интересов физических лиц процессе возврата просроченной задолженности а взыскивать в нашей стране может прокурор судья и судебный пристав люди на полно наделенные определенными специальными полномочиями до судебное взыскание и до судебное любое взыскание доступно только лишь определенным лицам уполномоченным соответствующими органами и законом я лучше знаю эти детский сад это я лучше знаю а почему ты лучше знаешь круглые глаза кстати говоря про взыскание друзья сейчас посидел погуглил не то понятно интернет говорит что и коллекторы и приставы и те самые прокуроры и судьи и сотрудники банков имеют право взыски но мне кажется здесь искажено априори сама природа этого термина взыскания но здесь применимо с точки зрения наработанной жизненной ситуации вот в социальном каком-то формате а точнее не формате а вот тут такой эпизоде во фрагменте социальной жизни и почему-то я думаю что само взыскание как термин стала существовать вот так вот широко и часто применимо только вот после появления всех этих вот историй связанных с коломасой как раз таки до этого никому в голову не приходило применить слово взыскание вот формате каких-то частных переговоров что как не частные переговоры мы с вами здесь фиксируем что юрлицо по сути это что уж тут не говори это обычный субъект юридического права вот юридическое лицо уж точно не наделенный какими-то дополнительными полномочиями и с точки зрения каких-то вот взвешивание если позволите такой термин физ лицо юрлицо максимально идентично выглядят одинаково более того если уж опять официальным языком да все это оформлять юридическое лицо по сравнению с физическим лицом более сильная сторона физическое лицо это менее сильная сторона и менее защищенная ну вот так и в общем-то в официальных разбирательствах если какие-то аргументы равновесные возникают то так и говорится что в споре между юридическим и физическим лицом физическое лицо является менее защищенным менее информированным и имеет право на большую снисходительность с точки зрения вот этих споров разбирательств и в процессе выставления каких-то но так назовем их решение официальных так и оба